Всем привет, дамы и господа, с вами Неломов. Мы играем в игру под названием Газстейшн Симулятор. Сейчас у меня уже сверху, видите, накопилось почти 2000 долларов. Это означает, что я могу наконец-то улучшить свою станцию до 5-го левела. А 5-й уровень это максимальный. У меня еще дискотека продолжается. Надеюсь, что сейчас при записи у меня игра не заглючит, все будет хорошо. Давайте нажмем эту прокачку, чтобы мы уже с вами главную цель выполнили. По-моему, 5-й уровень этой станции это максимальный на сегодняшний день, который только здесь можно прокачать. Поэтому я не знаю, как оно будет дальше. Кстати, затраты на топливо у меня 9000 долларов, заработано 12. То есть, хороший, хороший. Нажимаем? 3, 2, 1, поехали! Стейшн, левел 5. Так, прокачал, клиент, касса. Так, 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 у меня тут все норм, все норм. Смотрим, что тут улучшилось. Удлинился коридор ли или не удлинился? Пока тут ничего не вижу разницы. Где тут, что тут шире стало? Тут что ли шире стало? Не стало здесь ничего шире. А что, собственно, изменилось? Туалет стал длиннее. Не понимаю, что в моей станции? Туалеты? Кабинки какие были? А что я? Аж в чем улучшение? В чем улучшение? Тут покрашено, не покрашено ничего. Тут и раньше у меня было не покрашено. Может, я больше могу... Нет, тут тоже третью я не покупал пока что. А в чем? В чем? Внешне ничем не изменилось. Я ожидал, что как-то будет расширение какое-то. Так, у меня с бензином какие проблемы. Надо заказать, наверное, 200 литров. Ага, задняя часть. Все, понял. Все, 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 все. Доставку возьму, наверное, 200. Пускай везут. Вот оно, заднюю... Вот оно! Вот в эту сторону расширили мне. Понял, понял, понял. Понял, надо было покрасить. Надо будет здесь все. Кстати, стены, видите, уже стали такие... Не очень хорошо покрашены, мягко говоря. Так, что тут с бензином? Так, заправляемся. Топливо едет. Уровень топлива клиенту гаража. Я еще одну такую фишку придумал. Ну, как придумал? Пришел к ней постепенно. Что нужно клиента гараже обслуживать самому. Потому что, когда ты, допустим, нанимаешь плака, который обслуживает, какой-то детали, может быть, у тебя не быть, он берет его и отпускает, если у тебя в гараже ее нету. Отпускает клиента. Он не ждет. А если... Я могу не отпускать клиента, пока не приедет деталька по доставке. Поэтому я могу больше заработать с него. Так, зеркальце мы отдали, да? У меня одно осталось. Надо будет закупиться. Хорошо, мы прокачали свою еще сильнее станцию. Вонку, целый кусок этот вот, непокрашенный. Надо его будет подкрасить. Низкий уровень топлива еще к тому же. Так, вот у меня есть краска. Вот это вот я беру цвета морской волны и малюю. Значит, что нам нужно сделать? Какие у нас еще есть выводы к этому всему делу? Когда мы расширяем свою эту вот станцию, заправочную станцию, во-первых, нам нужно обратить внимание на то, что нам нужно увеличить больше проходимость автомобилей на заправку саму. Вот здесь, типа. Чтобы мы... Ну, там, там, где... Мы по-любому должны то вкачнуть дело. Чтобы у нас сразу три автомобиля приезжало. Давайте на этом деле сфокусируемся. В первой... Первоочередно. Вот здесь три штуки хочется купить. Чтобы это произвести, у меня есть сейчас 50 долларов. Не знаю, сколько это стоит. Декорации, оборудование и прочее. Парковку пока нет, не надо. Дальше идем. Туалеты можно будет купить, но пока не нужно. Вот, еще одну колонку стоит 450 долларов. Сейчас я ее, конечно же, себе и покупаю еще одну. Так, а можно еще четыре колонки, видите? Или нет? Да, да, по-моему, да. 450 баксов. Ну, посмотрим. Так, пока что вот такую покупку еще себе делаю. Уборка, клиент на топливе. Вижу, 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 вижу. Топлива мы заказали много. А, буря начинается. Сегодня, слава богу, сейчас придется еще трактором орудовать, походу. Так, у меня 200 с чем-то литров. Ой, мол, не стреляет. Так, это у нас вторая колонка. Мне охота глянуть. А вот третья колонка. Телефон. Подождите-ка, там буря. Я туда не особо хочу рисковать туда идти. Я подсоивлюсь. Я подсоивлюсь, но пойду, конечно. Телефон звонит. Это же мой дядечка, наверное. Алло. Я должен признать, прогресс, который ты добился, не может быть. Вызвать восхищение. Нет ничего постыдного в том, чтобы называть тебя не просто семьей, а деловым партнером. Но все же, ты должен мне немного денег. Не так ли? Расслабься. Как только у тебя будут деньги, просто позвони мне. Это раз без спешки. Так, буква Т. Когда вы соберете все деньги, позвоните дяде, чтобы рассчитаться. Пять тысяч долларов. Новое письмо. Касса. Два клиента. Что там на кассе? Он очень уставший. Новое письмо. Давайте быстренько попробуем его прочитать. Большая услуга племянния. Как же я говорил, я обещал представить подробности отношения и услуги, которые я просил тебя ранее. В них же, чтобы принять решение. Источники настоящее времени, имеющие отношение к этому разговору, в течение наличия важного груза, прибывшего в ваш район, лежать время в течение ограниченного периода времени. Этот груз имеет для меня большое значение. Поэтому я хотел бы получить его. Чтобы максимизировать эти шансы, я бы попросил вас принять участие в операции. Ваше участие под простым. Я хочу, чтобы вы проверили определенное количество машин, приезжающих мимо вашей станции на предмет содержимого их багажников. От вас не требуется найти груз. Просто помогите мне и моим людям сеять возможные ложные следы. Это все, что вам нужно сделать. Пожалуйста, не сеять к своему участию. Серьезно, ты часть большого бизнеса, племянник. Ты поймешь, что мы здесь не все делаем по правилам. Уже нет. Вот и все. Удачи. Так, с этим переводом долг погашим. Потребляю, мой дорогой племянник. Мы в расчете. Я вижу, ты пока был занят выплатой долга. Твоя станция выросла в маленькую жемчужину пустыни. Я горжусь тобой, племянник. Думаю, бизнес в семье все-таки ведется. Но не думай, что ты закончил. Теперь ты хозяин своей собственности. Теперь ты балансируешь на шаткой, тонкой грани даже больше, чем когда начинал. Так, так, так. Там в пустыне еще много чего есть, как в дикой природе, так и среди людей. Так что будь начеку. И кто знает, ты только начал. Однажды ты можешь столкнуться с переменами или с новыми вызовами. Кто знает, что может принести будущее. Если эта мысль волнует тебя, я восхищаюсь твоим энтузиазмом. Если же она вызывает ужас, значит ты вырос, чтобы стать настоящим владельцем бизнеса. И слышал, что некоторые люди тоже заинтересовались этим регионом. Может быть, в ближайшем будущем мы увидим от них что-то большее. Как обычный владелец бизнеса, я бы сказал, что тебе следует быть начеку. Вот несколько ссылок, которые могут помочь, когда будет время. Удачи. Так, ссылочки на всякие реддиты разработчиков. Что такое? Что у меня с работниками? Отдых, разговор, оплата. Ноль. Список задач. Торговля на кассе. Город. Го-го-го. Так, у меня тут есть свои задачи. Я тут занимаюсь, допустим, заправкой бензина. И плюс клиенту гаража. Три тачки, смотрите-ка. Колонка наша работает капитально. Хотелось бы улучшить, сделать еще дальше. Но, наверное, это максимум. Дальше некуда расширяться. Подожди, дайте бензина налить людям. Людям, людям. Багажники надо найти. Дальше некуда расширяться. Вот моя максимальная, это вот значок мой максимально прокачанный. Вон, звездочки красиво сияют. Так, подожди, клиенту гаража. Нам нужно еще гаража. О, песка на мели. Проедет? Проехал. Ну, надо песок убрать. Так, что там клиент? Что у вас в гараже? Что у вас в гараже? Один на этот у меня остался, кстати. Зеркал вообще нету. Так, колесо можем менять легко. Колесо меняем. Я сам это все меняю. В гараже работаю. Так, значит, надо кому-то взломать багажник. Ага, ага. И накопить 5000 бабок. Но это будет тоже, это тоже еще нам предстоит дело сделать. Это непросто, но будет интересно. Так. Так, мусора вижу много. Что там еще было? И покрасить ему дверцы. Вот шприц, значит. Идем сюда. Рисовать царапину. Кто что-то вам тут так нацарапал? Так, касса, мусор. Сейчас я уберу там все. Бабки давайте. 190 долларов. Значит, у меня нету зеркал и у меня нету шприцов. Давайте. Доставка. Товары. Не то. Доставка. Машина. Шприцов, я говорил. Раз, два, три. И у меня нету. Что там еще было? Царапины и зеркал. Дорогие. На 300, на 400 баксов. Клиент касса. Клиент на топливе. Может мне стоит нанять себе человечка на топливо? Тут у меня заправлял ходил. Я на это дело не отвлекался. Пока что. Так. Опа. Так, ладненько. Пока что справляюсь. Единственное, что мне не нравится, что у меня тут мусора много. Много, много, много мусора. Так. Что у меня? Какие мои дальше планы? Во-первых, надо покрасить красиво все. Сделать по красоте, чтобы было ухожено. Во-вторых, надо убраться. В-третьих, надо еще кое-что вам показать, что надо нам сделать. Значит, тут есть компьютер. Есть оборудование. Стеллажи. И вот. Очки. Эти все стеллажи у меня есть. На это все дело. Плюшевые мишки. Специальный стеллаж. Пастыри. Стенд с выпечкой. Стоит недешево. И хотелось бы стенд с игрушками. Плюшевые мишки. Большой стенд. Малый стенд. По-любому надо большой брать. Плюшевые мишки. Давайте с плюшевыми мишками пробуем разобраться. Допустим, рюкзак. Стеллажи. Какое продать? Продавать ни в коем случае. А вот разместить этот стеллаж сюда. С удовольствием. Так. Плюшевые мишки у нас. Подождите-ка. А это уже не перемещается, да? Это уже нельзя переместить. Угу. Угу. То есть это будет так стоять. Плюшевые мишки мы будем выдавать им сзади. Хорошо. Надо заказать плюшевых мишек. У меня 300 долларов. Давайте раз уж я. Доставка. Товары. Плюшевые мишки. Вот я могу. Вот теги бир. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять штук. Сейчас их закажу. Посмотрим, что там по цене выйдет. 150 баксов. Давайте. Давайте побольше. Сколько? 15? Хватит? Мишки, вперед. Так. Что там у нас? Топливо. Клиент с топливом. О. Много клиентов на топливе. Надо будет сейчас побольше уже топлива за раз заказывать. Мне кажется, сейчас бизнес пойдет очень хорошо в гору. Потому что у нас уже как бы максимальная прокачка. Но новый трейлер надо бы еще купить, чтобы еще одного работника я мог нанимать себе. Так. You amazing. Так, у меня машина приехала. У меня с уборкой не получается. Может стоит какого-нибудь работничка отдых, разговор, оплата, много задолженность. Давайте уборочкой попросим, чтобы занималась. Я не успеваю с уборкой вообще. У меня вон машина стоит уже. Привезли мне. Что привезли? Колеса мне привезли. Да? И зеркала. Плюс еще одна машина едет с игрушками у меня. Хотелось бы сразу две машины забрать. И с медвежонками Тедди Биром. И с этим самым. Машина далековато. Но может подождать. Так. А что у нас? Клиент на кассе. Клиент на кассе 2. 2 клиента на кассе. Да? Так. Это мы можем закрыть. Кстати, насчет покраски. Я еще не выбрал цвет. Тут я говорил морской волны. Цвет я крашу внешнюю сторону. Да? Вот. Я могу пока что подкрашивать это дело. Склад тоже получается. Надо будет прокачивать. То есть еще в принципе можно записывать серии. Тут еще есть чем заняться. О, приехали медвежонки. Не, это... А что это я заказывал? Это медвежонки в этом приезжают? Хм. Наверное. Так. Все? Все. Уезжайте. Я пока что еще чем покрашу. Цвет морской. Цвет голубой. Цвет неба, скажем так. Оп. 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 Так. Восставка. До склада. Клиент у гаража. Ай. Так. Уехал он? Да что ж такое? Че так долго тупишь? Я еще одну стенку успею покрасить, пока ты там выедешь. Ой. Не то. Не то нажал. Опять не то. Уже не успею. Ладно. Долго он уезжает? Долго. Тупит так. Долго. Придолго. Так. Все. Мишек забрали. Так. Один клиент на топливе. Один вижу в гараже. Значит. В гараже, чтобы не удар. В машину его поднимаем в воздух. Клиент. Так. Бежим на бензину. Ой. Тут застряла тачка. Ой. Застряла тачка. Ой. Беда. Надо давно было с этим справиться. С этой кучкой. Надо было давно с этим разобраться. Походу нам скоро придется человечка сюда нанимать, чтобы он тут не чистил. Вернее, заправкой занимался. Я просто банально не справляюсь по времени совсем. На кассе хоть стоит чувак? О, медвежонка. О, чистка хотя бы уберу. Так. Медвежонки. Держите. Вот он. Все медвежонками завалил. Смотри. Все плюшевыми мишками тупо завалил тут на этой полке. Все. Мне теперь медвежонки продаются. А что? Что? Тут у меня проблема. Нам нужен еще один человек на заправку. Срочно. Есть там возможность нанять работничка? Кто-то там отдохнувший. Отдых, разговор, оплата. Так. Давай тебя на заправление автомобилей. Так. Что у вас там? Колесо. Сейчас мы вам поправим колесо одно. И сейчас пойду спасать твою машину там застрянутую. Потому что это не дело. Надо помочь ей. Сейчас там будет пробка. Уровень топлива низкий. Еще и топливо надо заказать. А мне нужно сколько? 400 бабок на 200 литров. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо быстрее машину обслужить. Так. Это я заказывал шприцы? Есть шприц. Так. Надо быстрее машинку обслужить. Заработать денег. Заказать топливо. У меня низкий уровень он. А он сейчас не сможет заправлять. А сколько у меня денег? 200. На 100 литров хватит. Может 100 литров хотя бы заказать. Доставка топлива. 100 литров. Так. Что там дальше? Еще одна дверца. Шприц. Так. 100 литров. Топливо. Топливо в пути. Спас клиенту гаража. Все. Клиенту уже нету гаража. Тут мой трактор меня ждет. Верный трактор. Куда мы этот песок забросьте? А хоть куда нельзя сбрасывать песок? Только в определенные места. А вот застрявший. Тихо. Тихо. Авария. 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 Тихо будь. Только починил вас. А вы уже тут гуянись. Так. Я не могу забрать этот песок. Извини, чувак. Потому что у меня тут... У меня тут беда. Так. Я тут проеду трактором. Бум. Ооо. Слишком высокий трактор. У меня не получается проехать. Мне придется сейчас... Ехать туда сбрасывать песочек. Клиенту кассы. Надеюсь, там уровень топлива низкий. Едем, едем, едем. Е... И я еще должен тут параллельно грабить эти автомобили. Проверять. Что дядюшка говорил по поводу тачек. Не успеваю ничего. Так. Ну. Есть. Выгружал. Еще и бензин приехал. Ё-моё. Так. Назад, 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 назад. С дороги я еду. С дороги, я сказал. Ооо. Разойтись. Что-то тут камни, камни, камни. Ой. Неудачно камни стали. Неудачно. С дороги сейчас забью. А я через него проехал. Нормально. И тут тоже песок. Вот гляньте, тут много песка. Ооо. И там куча. Вот эту кучу вроде... Это просто маленькая машинка. Потому она тут и застряла. Может там маленькая. Так. Забрал. Тушим, тушим, тушим. Так. Машинка. Машинка была выпущена на свободу. Так. Мужик, извини. Я снова должен через тебя проехать. Сквозь тебя. Так. Доставка топлива. Пока что трактор тут припаркуем. Сейчас мы с тобой разберемся. Мне нужно выгрузить бензин. А где мой бензин? Подожди. Я уже заблудился. Вот он тут бензин. Сейчас я вот его выгружу. Так. Есть. Топливо клиент. Топливо. Два. Заправочка. Работаем. Так. Трактор. Привет. Нам с тобой законченные дела. Поехали. Так. Я тут на камне сижу. Что-то. Бензина на тракторе нету. Да? Ах. Ну может хватит хотя бы доехать до одной тропочки. Потому что рано или поздно там маленькая машинка подъедет. И она снова там забуксует. Так. Сбрасываем. Оп. Оп. Поехали обратно. Назад. Бензина мало. Но. Тихо. Тихо. Сейчас врежусь. Сейчас врежусь. Не. Нормально все. Так. Мне какая-то машина груз везет. А что я там заказывал? Если б я помнил. Вот. Замечательный. Что я там заказывал? А. Это топливо у южика. Все. Понял. Вот кучка. Ну я сейчас ее загребу и застряну здесь походу. У меня сейчас бензин закончится. А ну-ка. Оп. Забираем. Сейчас нет бензина. Так. А то сужаемся. Так. Ну что заглохни. Да? А. Так. Бензин. Канистра. Ничего. Ничего. Ничего страшного. Хоп. Поднабираем. Три часа ночи. Клиент. Гаража. Так. Воронка. Клиенту гаража. Ну идем посмотрим. Что в этом. Клиент на кассе. Пусто. Приехали. Да? Что у вас случилось? Рассказывайте. Какой у вас проблем? Какой у вас проблем? Говорите. Зеркальце. Ты мне скажи. Да? Всю правду. Чего? А я не покупал? Покупал немножко. Я ж помню. Заказывали недавно. Зеркальца нынче дорогие. Оп. По 70 баксов за штуку там продают. Что-то зеркальца подорожали. Так. Одно. Все. Норм. Справились. Идем с трактором. Обратно разбираться. У меня по деньгам не очень. По деньгам у меня совсем не очень. Так. Мы как-то разрулили. Сейчас тут как-то выйду. Столб какой-то подозрительный. Мне кажется, я тут не развернусь нормально. С этим столбом. Я сейчас на него, наверное, врежусь. Или... Тут втиснусь. 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 Опять через... Сквозь человека. Так. Клиент на топливе. Кого-то там напугали. 600 баксов заработали. Надо машину взламывать. Так. Здесь кто-то проезжает иногда или нет? Без понятия. Мы сейчас тут выгрузим песочек. Песочек. Вот. Вот так встает. Выгрузим. И тут где-то я сейчас запаркуюсь. Там, где машины не ездят. Вот здесь где-то. Оп. Оп. Все. Пускай здесь стоит. Так. Идем машины ломать. Клиент на кассе. А что у меня там? Разве нету никого на кассе сейчас? Что два клиента на кассе? И не мур-мур. Тут даже некого взломать. Слушайте. О, тут вроде есть. Начальный. Давай. Может ты тот, кто мне нужен? Так. Отмечку. Как лучше тебя... О, пикает. Пикает. Значит, там кто-то стоит. Хорошо. Да что ж такое? О, эскейп. Эскейп. Еще раз. Да что ж такое? Там почти слом... Был почти сломано. Так. Успех. Просто забрал чуть-чуть денежек. Пять баксов. Ух. Сложный замок. Нельзя открыть. Ну, сложный я, наверное, не посилю. О, начальный. Вот мое. Дамочка, извините меня, пожалуйста. Мне нужно искать... Проверить ваш автомобиль. А наличие в нем... Некого груза. Ай, сломалось. Эскейп. Низкий уровень топлива. Да я же только что заправлял 100 литров. У меня 700 долларов, кстати, есть. Тут они, конечно, взлом хитрый сделали, тяжелый. Машин. Как-то могли бы немножко упасть. Проще его сделать. Так тяжко ломать. Попробуй попади. Смотри, я не... Вроде бы начальный. А у меня с топливом проблемы. Успех. Пять фактов. Тоже начальный. Не могу залить машину, потому что на станции мало топлива. Замечательно. Я в мин... Я в жопе. Ломай же. А-а-а-а! Беси от меня. Закрыто. Последний, короче, ломаю. И иду разбираться с топливом. Успех Так, иду с топливом разбираться У меня 700 баксов есть Не могу заправлять И кассу зачем-то я случайно нажал 9 товаров нужно теперь мне обслужить Раз Два Трис Четырис Ладно, обслужим Купина купили, вы тут слушайте Праздник что ли какой-то у вас там Или как Осум, осум, осум Давай работника какого-нибудь мне Отдых, разговор, оплата Что-то у меня не хватает, список задач Торговля на кассе Так, выход, тут надо доставка 200 литров Заказ Что-то быстро бензин разлетается, я вам скажу Быстро бензин разлетается Вам нужно подождать Так, касса низкий, клиент на топливо Два, гараж один Давайте да, попробуем ослужить Тут никого нету Ну и что у вас, рассказывайте Что болит, где болит Что где болит Просто масло залить? О, так это ж классно Немного Так, где там масло заливается? Оп Ого Ну поехали Льем Льем, 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 льем Все 35 баксов Масло стоило по 9 по-моему Так, хорошо Топливо низкий Топливо едет Топливо едет Все хорошо Клиент Значит мне нужно купить Еще одну вот Один трейлер попробовать Как-то Работник Трейлеры Стоит трейлер 500 баксов Раз, два, три, три, пять У меня сейчас три работника Было бы здорово еще один Купить трейлер Работнички Вот работнички Вот три И нанято Нанято О, можно нанять? Но я не смогу нанять Скорее всего Потому что нужен трейлер 500 долларов нужно Еще 50 баксов и наймем Бензин в принципе едет О, бензин приехал Так, отлично Давай, давай, давай Я готов уже нажимать Включать тут Закачку Есть Наконец-то Ты свой шланжик Мне впихнул Так Теперь По идее Должны С этими клиентами С бензином Разобраться Раз Have a nice day Have a nice day Have a nice day И вам Have a nice day Супер Дупер Урч Есть Супер Дупер Так Что мне нужно Теперь Насчет чего я думал Насчет трейлера Мне нужен еще один Работничек Работничек Трейлер 500 баксов Купить Еще один трейлер Хотя мне нужно было Не, мне нужен работник, я не успеваю Справляться с задачами Три, четыре Теперь нужен работник Ну вот, это вот Одноглазовый Джон, у него уровень повыше Всякие показатели у него Берем этого Выход, все, у меня теперь есть еще один Работничек, мы его отправим Сейчас куда-нибудь, куда-нибудь Хорошие и приятные Места, так, этот у нас Ушел Мне нужно полку, еще одну Допустим, и это надо как-то немножко Пододвинуть Взять И это у нас газетки Газетки, газетки Допустим, вот сюда Ого, тут такой уголочек получился Ага, что, можно как-то туда прям Эту широкую полку вместить Или не поместится Ух ты, чего ж вы так сделали Подло Там не помещается Газетами Полочка Ладно, может тогда вот так А, а эту полку вообще надо продать, походу Товары все загрузить туда еду Еду переставить отсюда И зачем мне этот вот, если у меня Это что такое? Soft drink Soft drink, алкоголь Soft drink Мне нужно купить soft drink большой А этот два продать, этих два Взять Дожать Разместить Для вращения Я его типа себе уберу И Soft drink Тихо Не, не, не place Не надо place И soft drink Мне нужно купить полочку себе На soft drink Значит, что мне нужно? Оборудование Не, 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 не Декорации Оборудование Во, это вот Алкоголь Напитки Во Soft drink Я куплю сейчас просто себе большую Да и все Точно денег Ну, замечательно Тогда я сейчас просто нажму Вот так Вот так Стеллажи И этих два стеллажа маленьких Просто Правда А зачем я newspaper? А, newspaper я Newspaper еще один Почему так много газетных полок? Snakes Это snakes тоже Это snakes Снеки тоже убрать А сюда все загрузить Во Зачем мне эти снеки? И зачем мне два news Newspaper Пока что не вижу в этом смысла Совершенно никакого Поэтому Продам их Хотя я покупал их и дороже Стенд со снеками Выход Так А теперь у меня есть деньги На покупку Нормального Такого Бодренького Для Вот Soft drink Купить Чик Все Теперь для напитка У меня есть специальная Тут у меня вот будет полочка У меня два Два алкогольных целых Две здоровенных Алкогольных полки Так Продать Нет Просто поставить Вот так Во Все И ее полностью загрузить Все И тут у меня будет водичка Так Значит Newspaper Мишки Что мне по деньгам 160 долларов Всего Клиент у гаража Клиент на топливе Три Давайте У меня 180 Литров есть Бам Давай тут Бам Давай тут Три Так Идем Смотрим Что там у нас С клиентом у гаража Кстати я тут крышу начал красить Вы заметили Оранжевая у меня Так Нажимаем Так Клиент Касса Обслуживается Ремонт Что там у вас Рассказывайте Рассказывайте Два колеса сзади Как раз у меня два колеса Присутствует Тут Раз Два Три Клиент на кассе Не слышу Пикает Не пикает По моему пикает Но сегодня прикольно Мы Нам предстоит еще Покрасить Главное Получается Здание Магазинчик свой Покрасить нормально Потом Привести Довести до ума Получается Гараж Гараж Тоже можно еще Качнуть в уровне Тоже прокачать Можно Чтобы он был На максимальном Так Все Что еще Зеркальце О У меня колеса Закончились Между прочим Так Зеркальце Оп И там У каждого Помещения Которое нам Приносят денежки Можно сделать Еще прокачку Еще прокачку Можно сделать По левелу И покрасить Что надо И туалет Можно еще один Купить Кстати Видите Он тут Наверное Расширился По кабинками Нет Не Мне показалось Значит Что у меня Тут у нас Ага Газеты Я не разместил По 10 тучек Всех Потом Плейсоулс И все Газеты Все Медвежонки 700 долларов Давайте купим Тогда Почему нет Как оно Полки На Пастыри Она только маленькая Почему нету большой Как очки Маленькая Куплю И что Игрушки Большой стенд Для игрушек 200 Тоже Куплю Два стенда Вот таких И здесь мы Сейчас их Наверное Сразу же И расположим Стеллажи Допустим Для этих Пончиков Стеллаж Поставим Вот тут Допустим Стеллаж Для этих Пончиков И мы Возьмем Сейчас себе Еще стеллаж Для игрушек Чисто Для разных Игрушек Что Что там Что там Воняет Сейчас Уберем Пока что Уборщика Не нанял Клиент На топливо Два 130 литра У меня Опа Так И сейчас Мы с вами Будем подходить К концу Видеоролика Надо кое-что Посмотреть Понятное дело Что нужно 5000 долларов Накопить Но для того Чтобы это Накопить Нужно еще Попрокачиваться Нужно еще Прокачаться Здорово А для того Чтобы прокачаться Вот Больше информации Вы достигли Максимального Уровня У этого Тут Не вкачаем Может обновление Будет Еще какое-то Значит Тут Наш четвертый Уровень Еще ждет Потом пятый Это Ворк Шоп Это значит Что мы сможем Еще тут делать Аккумуляторы В данный момент Я могу заправлять Менять свечи Это что такое Это Морозная Какая-то Жидкость То есть Еще два уровня Как раз Четвертый Пятый Уровень Чтобы качнуть Оно стоит 850 баксов В принципе Не так уж и много Так Вернуть И Склад Сам собственно На складе Чтобы мы просто Могли больше вещей Одновременно загружать Понятно Что с развитием Нашей 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 конуры У нас в общем Будет и Потребности Другие Так Работник У нас появился новый Начнем разговор Список задач Торговля на кассе Так Начнем Разговор Оплатим тебе Денюжку И список задач Заправляя автомобили Потом Что у меня 200 баксов Осталось Ну Я могу зайти Сейчас еще В доставку И заказать товары Хотя бы чуть-чуть У меня 250 долларов Какие-то пончики Глянуть Раз Два Три А там были дешевле О Они все дешевые Сейчас Кстати Пончики На 199 А игрушки Что там по игрушкам Сейчас у них Есть какие-то дешевые Ну нету Ну вот такой могу 20 До 27 долларов 28 Как раз Позволить себе Вот такой заказик Сделаем А какие игрушки тут есть Сейчас посмотрим Подожди Подожди Заказ надо убрать Вот Какой-то Картой Машинка какая-то Еще какой-то Биртой какой-то Какие-то вот Червяки Какой-то танчик В общем Такие вот игрушки А вот такие вот Всякие пирожные Пирожные Они уже в пути Кстати подешевел Этот док Какая-то собака Смел Из хорибл Хорибл Говорят Хорибл Воняет им Надо уборщика Нанять Потому что у меня Очень сильно Не убрано А не царство Сделает Убирать Я сейчас конечно Тут посмотрю Что у меня по работникам Заправка Отдых Во Разговор Оплата Мы ему задолжали Прилично Давайте Уборочку Наймем Так Все Клиент у гаража Клиент у кассы Обслуживается Товар едет Ко мне новый И на этом ролик Мы и остановим Поняли чем будем заниматься В следующих видеороликах Будем прокачивать Дальше Склад Потом уровень Поднимать Этому своему Своему ремеслу В гараже То есть будем Тут прокачивать Свои возможности Ремонта И будем Смотреть Потом 5000 долларов Накопить Надо будет Чтобы уже Как бы Игра была пройдена До конца Увидимся в следующем видосе Гастейшн Симулятор А с вами был Ниламоп Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok